Сегодня у нас Прощенное Воскресенье Простите Христа ради меня недостойного священника Ну и если, я думаю, батюшки нашего проекта согласятся Прошу прощения и от их лица, от нашего проекта Может быть где-то кому-то недоответили Где-то, может быть, не совсем корректно ответили Будем стараться тоже духовно расти Образовываться, благодаря в том числе вашим вопросам, общению с вами Я надеюсь, Господь управит мы общими, скажем так, трудами С вами придем к Богу в Царствие Небесное Роман, спасибо Господи, добрый вечер, Роман С Прощенным Воскресеньем Бог простите, я прощаю, вы меня простите Ну, немногие, конечно, знают Что Прощенное Воскресенье у нас Берет свое начало, скажем так От воспоминаний, изгнаний из рая Адама и Евы О том, что он сокрушался в своих грехах О том, что он, осознав, что оступился Ну, конечно, уже пути обратно не было Потому что, может, сразу возник вопрос Почему же Господь его не простил, в раи не впустил Если же он каялся Ну, Господь уже ему давал возможность покаяться Вспомните Когда Господь говорит, где вы? Они прятались в кустах, как мы читаем Он говорит, мы наги Он говорит, а вы не вкушали? И он говорит, что вкушал, но я не виноват Это Ева мне дала А Ева говорит, я не виноват, мне змеи дал То есть, вот здесь уже была такая возможность Момент покаяться, попросить прощения Но они этого не сделали То есть, это вот можно сразу параллельно вспомнить Притчу о мудрых и эродовых женах Которые не взяли с собой масла Жених пришел И кто с ним готов был войти в брак, он вошел Вот сегодня у нас с вами прощенное воскресенье Когда в чине прощения мы просим у друг друга прощения Также задавали в течение недели вопрос А зачем просить прощения у тех, кого ты не знаешь И первый раз вообще видишь Ну, естественно, сих от малых, кому вы сделали Как Господь говорит То есть, и у Бога в лице этих людей мы просим прощения Ну, и у тех, кого, может быть, уже и не помним, и не знаем А тем не менее, когда-то обидели словом, делом Поэтому прощенное воскресенье Это возможность облегчить свою душу А вы знаете, я вам покажу Когда я бы не был и священником И когда сегодня уже священник Когда ты просишь у каждого человека прощения Твое сердце смягчается Становится более сострадательным И, наверное, это обоюдно нужно И тому, кого ты просишь прощения И кто просит прощения То есть, в частности, ты Ну, или я сегодня просил прощения Вот Можно много очень рассказать о прощенном воскресенье Как минимум, молитва учи нас Помню, что мы просим у Господа Простить долги наши Кожемасным жуком нашим Как Господь говорит Если ты не простишь брата Брату, я тебя не прощу вовек То есть, критерий прощения, покаяния Это одна из главных, можно сказать, ступенек К Царству Небесное Ну, так у нас сегодня Относительно прощенного воскресения Напишите, пожалуйста, или лайк поставьте Чтобы я понял, что вы все слышите Все понятно Чтобы я сориентировался Как давно Все вижу, спаси Господи Как давно Толян стал батюшкой Не знаю, о каком Анатолии вы говорите Благодарю вас Не знаю, о каком Анатолии вы говорите Но Пути Господни неисповедимы Вы знаете, я знал и Людей, которые Воевали И Жизнь их так в эти моменты менялась Что они другого пути Как идти ко Господу Частью всего они монашество принимали Но это один из путей был Который они видели только для своей души И вообще для дальнейшей всей своей жизни Вот, поэтому Разные пути Господни Вы знаете, есть такой момент Призывает Господь Вот священник это больше призвание Так же, как есть военные Врачи То есть Некоторые профессии Они подразумевают Ошибиться дверью Потому что Господь Дает испытания И ты через эти испытания Уже для себя определяешься На самом деле Ты хочешь идти этим путем Этим крестом Сможешь ли ты Прощать тех людей Которые В частности в нашу тему Которые возможно будут смеяться Над твоим Служением Подвигом Каким-то Ну Это нужно Осознавать Ну В русле Наверное Кому это больше нужно Тебе Или Или для Господа Ты делаешь Или для людей Вообще Мне очень нравится Одна притча Если позволите Расскажу Значит Один человек Я уже как-то в трансляции Других рассказывал Но мне она очень нравится Эта притча Один человек Решил сделать Доброе дело Для Храма Ну и Храм строился Это старая притча И вот строится храм Нашел он В горах Хороший Кусок Камня Такой Для Фундамента Или для стены Скорее всего Для стены Храма Обчесал ее И Думает Как же мне Донести Приходит В город И видит Грузчиков И говорит Помогите мне Перенести его Для храма Они ему называют Цену Пять алтын Ну это старинная Такая Тоже Из древнего Петерика Цену Говорит Это же огромные Деньги Я не могу Позволить себе Тогда к нему Подходит Старичок И говорит Тебе нужно Перенести Он говорит Да Сколько Даешь Говорит Ну у меня Всего Говорит Два алтына Говорит Мы возьмем Пол алтына То есть Пол монетки Говорит Да это Совсем даром Но у нас Говорит Есть одно Условие А они Старички Стоят Четыре Старичка Говорит У нас есть Условие Что Мы возьмем За четыре края А тебе Эту плиту Положим на спину Он говорит Да вы что Меня же раздавят Они говорят А ты определись Для кого ты хочешь Потрудиться Для Бога Или же Для себя Чтоб тебя похвалили Ну для Бога Уверенно Ответил он Ну говорит Ну тогда Соглашайся Ну хорошо Делать нечего Денег нет больше А потрудиться Для Бога Хочется Пришли они К этой горе Взяли за четыре края Положили ему Плиту на спину А она оказалась Легче легкого И вот Придя уже К храму Они Поставили Эту плиту Он Немножко Отлегшись Поворачивается Чтобы с ними Расплатиться А их уже И нет И как Святые цигареты Ангелы Приходят На помощь Когда ты хочешь Подрудиться Не для себя А для Бога Это вот Одна из моих Любимых притч Надеюсь Вам тоже Понравилось Так Ну Сейчас Давайте посмотрим Вопросы Какие у нас Уже появились Так Хорошо Видно Здравствуйте Батюшка Здравствуйте У нас бой Был какой-то Вот Ну надеюсь Теперь же Все хорошо Здравствуйте Мир вам С миром Принимаем Простите Меня Грешнику Хотьцу Бог простит И мы Прощаем И вы Нас Простите Ну по крайней Мере Меня за себя Должен отвечать Так Дальше Дальше Кто Кого еще Простит Я Есть Кто еще Простит Я Есть Бог Олег Может быть Вы близко К святому Но Слава Богу Не Бог Так Батюшка Мне на трансляции Священник Сказал Что я Если не каюсь И не причащаюсь То мои молитвы Плохо До неба Доносятся Во-первых Я по болезни Своей С дома Не выхожу А во-вторых Господь Дальше Батюшка Простите Бог Простит Так 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 Ну вы Думаю Допишите Что Так Прощу На воскресенье Простите Наталья Бог Простит Так Так Матова Кова Пишите Вопросы Я по мере Их появления Буду отвечать Ну давайте Отвечем Естественно Господь Слышит Всех Молитвы Другое дело В коей мере Они Старательны То ли это Господь И ты вообще Где Дай мне то-то То-то А я вот Полежу на диване Или же Это Особенно Когда в немощи От сердца Мы обращаемся Ко Господу И Господь Это везде Суч Он всегда И везде Присутствует И видит Наше покаяние И видит Нашу Молитву И слышит Другое дело Что одному Нужно больше Подрудиться А другому Достаточно Одного слова Сказать От чистоты Где-то Сердца Ну бывает По-разному Вот Поэтому я думаю Исповедь Исповедь Присчасть Безусловно Нужно Особенно Сейчас Пост Начинается Божьей помощи Вам на пост Чтобы вы достойно Выдержали Хочется вам Всем пожелать Да и себе В том числе Меньше Оступаться Больше Каяться Пособорваться Конечно Нужно В пост Это тоже Великое Таинство Нужное Для Православного Человека И уже Дожить до Пасхи Дай Бог Вот Если вы дома То можно Принцип Приглашать Священника На дом Если вы Не можете По ним Выходить Вам очень Проблематично Есть такая Практика Причать Человека На дому Но Опять-таки Если вы Все-таки Можете Попросить Чтобы кто-то Вас привез В храм Чтобы вы Хотя бы Посидели На службе Лучше Конечно В храме На богослужении Побыть Вот Если нет Можно Пригласить Священника Я думаю Священник По возможности Конечно Не откажет Вам Вашем желании Приблиться К Богу Вот Ну вы допишите Что вы хотели Еще дописать Чтобы полностью Владеть Понимать О чем речь идет Так Так Укрепи вас Господи Так у вас Вопрос Задавайте Вопрос Господь Изгнал бесов Из Дочери Женщины Хананеки А я сказал Что Не по Евангелию Учит Бог Все Все молитвы Слышит Ну Я вообще Вот Ну это чисто Моя просьба Вы стараетесь Лишний раз Вот в каких-то Эфирах Батюшкам Что-то сильно Не указывать Объясню Почему Потому что Это не совсем Покажет Как мы думаем На наши знания Но на нашу Где-то Строптивость На нашу В кавычках Образованность Может быть И укажет На наши Где-то Вот Такое Ну в кавычках Хамством Вот И как Не только Батюшки Да и друг другу Там порой Начинают такие Дебаты делать Лучше потом Написать В личке Пообщаться Это будет Подразумевать Личное Общение И не будет Провоцировать Других На осуждение Потому что Господь Говорит Не суди Не судим Будешь Вот Если чем-то Не согласны Напишите Лучше Лично Тому человеку Чтобы Да и Ближе Может познакомиться Поймете Почему так Священник И может Там огромная Еще история За одной фразой Кроется Так Мне в храме Плохо И сегодня Плохо И в храме Было Но мы с вами Немножко раньше Я так понимаю Общались По поводу Что У вас и голова Кружится И молиться Вы не можете Вы сказали Что Те священники Которые С вами Рядом Они Порекомендовали Вам На очитку Ехать Но я думаю Наверное Правильно Говорят Если Вы Не исповетесь Не приезжайте То придется Уже Просить Кого-то Может Даже Ну Простите Держать Потому что Бывает И такое Что Когда очитка Происходит Начинается Еще больше Обострения И причем Не только Каких-то Там Тошнит Или голова Кружится Начинают Хрупенькие Девочки Там Мужиков Накачанных Одну ручкой Толкать Что они Не улетают Поэтому Тут Разно Бывает Нужно Отличать Психологическое Заболевание От душевного Заболевания Поэтому Как минимум В таких Ситуациях До воскресень Бог Читаем Вообще Мне очень Понравился Эфир Нашего Дорогого Батюшка Отца Артемия Они Так Давно Он Был Как Сейчас Две Секунды У нас Он Был У нас Он Был Ой Как Он Уже Давно Был Да Вот У нас Был Он 12 Февраля Когда Батюшка Говорил Что Вот Мы Не Святым Должны Обращаться А Что Святые Значимы Да Святые Значимы Чем Бог Если Обращаемся Святым Чтобы Они Попросили Скажем Так О Нас Что Не Они Самые Главные А Бог Ну В принципе Правильно Он Говорит Но Почему Мы Немножко Я тут Хочу Одну Маленькую Ремарочку Сделать Почему Мы Обращаемся К Святым Порою А не К Саму Сразу Господу Потому Что В Житии Того И Святого Была Какая-то Ситуация Близкая К Нам Вот Допустим Почему Молятся Николай Чудотворцы Потому В его Жизни Несколько Таких Ситуаций Когда Он Невинного Заключенного Спас От Гимели То Можно В частности Молиться Обращаться За молитвенной Его Поддержкой О Каких-то Близких Или даже Родных Сродниках Кто Заключен О Путешествующих Ну Первая очередь Безусловно Это Господь Он И является Всему Начало Любому Можно Святому Помолиться В любой Ситуации Почему Потому Что Они Все Пристоят У Престола Божьего Так Ну Давайте Дальше У меня Один вопрос Дальше Дальше Боюсь Что Мне Нужна Отчитка Отчитка Нужна Давно Не Была В цекре Расс Бела Расс Лоби Расслабила Верик Вера Без добрых Дел Мертва Есть Нужно Творить Добродетели Безусловно У нас Интересная Встреча Была В Краснодаре Со студентами Госуниверситета Вы видели Эфир Конечно В эти Два 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 Дня Вот Предыдущий В этот День Когда Был Эфир Ну Просто Ну Какой-то Ну Вообще Непонятный Интернет Был Что Я думаю Вообще Никакой Трансляции Не получится Очень Интересная Была Встреча С Молодежью Она Немножко Отличается С той Молодежью Которую Я Общаюсь Она Более Активная Может быть Это Специфика Вот Этого Госучреждения Задавали Такие Интересные Вопросы В основном Как-то У нас Больше Вопросы Крутились Вокруг Каких-то Культурологических Моментов Субкультур Как Совмещаются Эти Вещи Как Можно Притягивать Господу Тем Болейным Пучем Но Очень Интересная Встреча Была Ниже По Трансляциям Можете Увидеть Ее Иногда Не всегда Хороший Звук Был Но Когда Уже Стали Подносить Ближе Телефон На который Трансляция Была Тогда Уже Было Хорошо Так Я вам Писал Я понял Добрый Вечер Магрита Добрый Вечер У нас Семьи Все Инвалиды Шесть Человек Подряд Вот Думаю Почему-то Нас Всех Всех Нашу Семью Господь Так Жестоко Обращается Обращается С нами Ну Вообще Господь Поверьте Жестоко Ни с кем Не обращается Есть Такой Момент Педагогический Мы Иногда Наши Немощи Воспринимаем Как Что-то Очень Страшное Непоправимое Неудобоносимое То есть Такой крест Который Невозможно Вообще Поднять Вот Это Уже Интересно О Свет Включили У нас Выключали Свет Поэтому Уж Меня Дорогие Простите Сейчас Мы Здесь Немножко Включим Я Подсветочку У компьютера Сижу Бывает Разное Так Ага Я сбился С мысли С этим Отключением Света И Наши Немощи Порой Это Наша Награда Кого-то Это Удивит Но Если Мы Почитаем Святых Отцов То Чаще Всего Они Благодарили Господа За свои Немощи Потому Что Этими Немощами Они Порой Как От Подвига Вот Компьютер Включился Как От Подвига Многие Свои Грехи Искореняли И Приближались К Господу Сейчас Одну секундочку Мы Дорогие Я тут Восстановлюсь Вот Поэтому Болезнь К сожалению Очень Порой Тяжела Но Она Очень В то же Самое Время Спасительна Для Вечной Жизни Вот Если Вы Наблюдали Кто-то Подписан На Инстаграм На Соцсети В которых Мои Личные Страницы Есть Вы Видели Что Там И Там У меня Камень Был И Выходил Буквально Так Давно И Там Недавно У тебя Буквально Уже Восстанавливаюсь Простыл Там Вы Знаете Все Эти Немощи Я Вот Как Сейчас Вот Как Только Для Меня Эта Немощь Наступала Я Понимал За Что В чем Каяться В чем Я Не Дотягиваю То Есть Это Сразу Такой Звоночек Отрезись В чем Больше Потрудись Ну Для Меня Это Так Я Надеюсь Для Вас Это Может Быть Для Каждого Своё Но Я Делюсь Если Можно Сказать Своим Опытом Так Ну Давайте Пойдем Дальше По вопросам Сейчас Я Отключил Так Я Сейчас Без Крестика Надо Обязательно Сить Без Бога Не До Порога Добрый Вечер Вась Скажите Можно Ли Утром Запитать На Тащак Запивать Запивать На Так Ее Пить А Крещенскую С просворочкой Желательно Тащак Так Сил Нет Нет Таких Сил Которые Не Любили Бога Наоборот Нам Господь Силы Придает Одеть И Бороться Говорят В первые Три Дня Этого Поста Вообще Ничего Нельзя Есть Это Для Самых Выдержанных Это Так Ну На самом Деле Есть Такие Подвижники Аскеты Но Это В большей Степени Наверное Монашествующие Монастырях Почему Потому Что Эти Первые Дни Читается Канон Андрея Критского Такой Сугубый Канон Интересный Я Надеюсь Вы Все Побудете На нем Побываете Помолитесь Но Питать Тело Нужно Чтобы Они Славны Как Северофим Саровский Говорит Славны Тело Славны Дух Не Может Противостоять Греху Поэтому Конечно Кушать Надо Но Если Есть У нас Здоровье То Поститься Как Подобает Без Крайности Конечно Так У меня Судороги В ногах Я Не Хочу Чтобы Батюшка Это Видел Но Батюшка Надо Позову Пусть Вас Это Не Смущает Вот Если К примеру Позвали Вы Меня Я Увидю Ваши Судороги Как нормальный священник Да Просто Как нормальный человек Я бы Вам Посочувствовал Посострадал Чем смог Подержал Не надо Этого Смущаться Никто Не Вечен И Любой Может За ним Усществовать Скажите Можно Можно Утром Таблетку Ответил Так Ждите Свою очередь Привет Точи Здравствуйте Алексей Вы Монашество Нет Я Из Белого Духовенства Священства Женатый У меня Деточки Супруга Здравствуйте Как Мне Из Себя Сатуну Выгнать Ну Как Минем Начать Исповедоваться В идеале Уже Потом Прочаститься Читать Царю Небесную Потому что Молитва Призвание Святого Духа Где мы Просим Очистить От всяких Аскверных Это Вы Основатель Этого Проекта Да По благословению Нашего Дорогого Праща Архиерея Владыки Германа Добрый Вечер Добрый Подскажите Пожалуйста Какие Молитвы Нужно читать Во время Поста Спасибо Заранее За ответ Ну Мы Читаем Канон Андрея Критского Читаем Да Есть Как бы На пост Молитвы Можно Прийти В храмы И бывают Там Прям Подборки Такие Что лучше Читать Ну Ну А если Нечего Совсем Читать Я бы Порекомендовал Канон Покаянный Потому что Пост Это сугубо Время Когда мы Ухаживаем За душой И телом Ну В первую очередь Душой Потому что Болит душа Болит и тело Когда Вот Все Когда Либрации Любого Вида Живот Интересный вопрос Никогда Его не задавали Как Относиться Ну Лучше Не Кастрировать Если Вы Берете На себя Ответственность Животное Там Допустим Кота Взяли То Чего Над ним Издеваться Если Он Гуляет Ну Как Минум Есть Какие Медикаментозные Есть Кошка И Она Гуляет Можно Раз В месяц А то По-моему Даже Реже Давать Таблетку Чтобы Гормональные Вот Эти Моменты Ее Немножко Утихомились Вот Ну Ему Также Давать Какие-то Успокаивающие Моменты Чтобы Ну Не знаю Я Не сторонник Издеваться Над Животами По Мне Кастрация Это Определенное Издевательство Поэтому Или Брать На себя Ответственность И Нести Уже Этот Пусть Маленький Крест Но Крест Но Никак Не Издеваться Над Животами Так Батюшка Зачем Люди Жизнь Самоубийства Канчивает Это Ведь Грех Большой А во-вторых Это Ничего Не Решает Душа В ад Идет На муки Вечные Хороший вопрос Сейчас Я посмотрю Кто Олег Задал Зачем Во-первых Это От Уныния Когда Уныние Могла Конечно Спровоцировать Любая Ситуация Если Человек Маловерующий Хотя Мог В принципе Ходить И В храм То Уныние Это Смертный Грех Который Уже Подразумевает Такое Печаль Отчаяние Бессмысленности Жизни Хотя Мы понимаем Что Нет Той Ситуации Которую Не Было Возможно Решить Только Смерть Человек Православный Борется До Последнего В той Ситуации Во Всех Отношениях И Делом И Словом Молитвой Всем Возможно Он Борется Борется За Жизнь В первую Чить Вечную Потому что Все Понимаем Что Наша Жизнь Это Вспышка И У человека Приходит Момент Уныния И Он Понимает Что Мне надоело Здесь Мучиться Но Мы Не Задумаемся Или Не Осознаем Что Дальше Мучиться Будет Вечно Это После Уныния Глубокого Отчаяния Маловерия Конечно Человек Начинает Уже Впадать Сначала В попытке Не дай Боже Уж Сам Суицид Это От безверия Чаще всего От отчаяния Я вообще Вот на эту тему Рекомендую вам Почитать Есть такая В Библии Книга Праведного Иова Это Изумительная Книга В которой Мы можем Почитать Как Можем Преодолеть Даже Богом Попущены Какие-то Испытания Книга Праведная Иова Во время Венчания Есть слова Венчаю Восславу Израиля Израиля Какого Небесного Вы знаете Многие Молитвы Составлялись Еще на тот момент Когда Был в том числе Еврит И тому подобное Переводы Вот Ну а в первую очередь И небесного Конечно Израиля Но мы И нынешний Земной Израиль Очень Уважаем Все православные Христиане Почему Потому что Там главная Святыня Там Гроб Господня Там места Где Господь Родился Вифлеем То есть Для нас Значим И земной Израиль Вот Другое Дело Кто там Живет Как Живет Как Общается С друг Другом Это уже Второстепенный Политический Момент А значимости Духовно Как Земной Так и в первую очередь Небесной Скажем так Израиль Царство Небесное Они Важны Я был Господь Сподобил Чудесным Образом Три Раза На Святой Земле И Я вам скажу Что каждый Раз Я вот Ну Первый Раз Понятно Ты Когда Едешь Это Необычно Все Все Три Три Раза Вот Верьте Нет Я Практически Безвозмездно Ездил Или Это Подарок Был Или Это У меня Владыка Наш Дорогой Благословил Возглавить Паломистскую Группу И Каждый Раз Я Что-то Новое Для Себя Получал Новые Ответы Когда Ехал Думаю Ну Что Я Там Не Видел Уже Во всех Святых Местах Ездил Неоднократно Группе Господне Был И Каждый Раз Что-то Для Тебя Новое Ты Понимаешь Вот Для Чего Ты Приехал Кто Ищет Бога Он Найдет Кто Хочет Получить Ответ От Бога Он Его Получит У Нас Обувь Сырая Я Не Совсем Понял Так Дальше Я Хочу Чтобы Меня Похоронили Молодой Ну И Зря Понимаете Вы Пытаетесь Рассуждать Временно Душа Всегда Будет Молодая Некоторые Святые Отцы Это Частное Мнение Говорит Что Душа По Возрасту Не Больше 33 Лет А Внешне Это Как Ребенок Сидящий На Руках Небольшой Годовалый Двугодовалый Вот Таким Вот Поэтому Ну Запомнят Вас Той Который Вы Добродетельно Жили Потому Что Если Даже В Глубокой Бабушкой Почите А Жили С Добротой Душой Вас Будут И Такой Любить И Помнить Но Помнить В первую Чего Вас Не За Внешне Будут А За Ваши По По Делам Вашим Узна Вас Господь Говорит Поэтому Андреевна Живите Много И Счастливо Так Батюшка Когда Два Дедушки Слезы Бежали Ну Это Нормально Когда Плачем О своих Сродниках Так Не Переставал Бога Славить В Любом В Любое Своё Жизненное Положение Этот Иов Да А Почему В таких Случаях Не Советую Читать Молитву От Чернокнижников Ведь Умный Может Быть Спровоцирован И Чужим Вмешательством Ну Я Вам Православный Справец Прещается Достойно К этому Готовится А не Для Галочки А ось Поможет А ось Принесёт То Хоть Что Будете В кавычках Чернокнижники Колдуны И же С ними Делать Это Будет Как Шелоха Православный Человек Не боится Ничего Господь Говорит И в руки Возьмёте Что Ядовит И не Повредит Вам И змею Возьмёте И не Ужалит Вас Вот Поэтому Господь Говорит Хотя бы Если Будет У нас Вера Наша Горчичное Зерно То И горы За нами Пойдут А что Там Бояться Каких-то Шарлатанов Если Мы С Богом Что Нам Бояться Яко С нами Бог Добрый Вечер Баишка Ирочка Здравствуйте Моя Сокровщина Надеюсь Вы Всего Получше Чувствуете Так Я Точно Не Помню Но Есть Ну Есть Святые Такие Мученик Киприан И мученица Иустиния Киприан Был Вообще Волхвом Колдуном Можно Сказать Но Познав Бога Изменилась Его Жизнь Кардинальная И Он Стал Всем Сердцем Любить Бога И Мучениц Пострадал Нем Простите У меня Есть Вопрос У Моей Умришей Сестры Скоро День Рождения Скажите Пожалуйста Как правильно Быть Сходить В церковь Помолиться Надо Какой-то Специальный Молибень Заказывать И ну Давайте Так Для общего Развития Немножко Разделим Чисто Образовательный Такой Момент Молибень У нас Совершается Только Заздравно Есть Молибень На Начало Богов Дел Освящение Воды Проситель То есть Есть Разные Скажем так Моливни На Какую-то Потребу То есть Вообще Это треба То есть Что требуется Молитвенно Человеку А вот Панихида Это Краткая Молитва Скажем так О Усопшем Или Усопших Вот Поэтому В этот день Естественно В идеале Как сугубый день Для вас В том числе Прийти Помолиться В чине Панихида Вместе с Батюшкой Можно заказать Сыраковуст Или записочку О покаянии Заказать И какую-то Милостеньку Раздать То ли Копеечку Вы раздадите Нуждающий То ли Продукты Купите Раздадите Или в храме Оставите То есть Главное Посредству Этой Милостеньки Призвать Людей Помолиться О вашей Сестре Да О сестре Давайте дальше Бандитка Есть молитвы Для Рождения Не совсем Понял Есть Есть молитвы Для рождения Так Батюшка Не хочу Обидеть Хватит Шмыгать Некрасиво Ну и Простите Если что Не так Да я бы С радостью Не шмыгал Только я Только еле Еле Еще физически Восстановился Я в принципе Ну Все понимаю Я могу Остановить эфир Уж простите Христа Ради Я По-другому Не смогу Потому что У меня Ну Если Сказать Прямо У меня Даже Полтка Нету Сейчас С собой Вот Поэтому Уж простите Христа Ради Или Я Остановлю Эфир И уже На этом Все Для Чего Вы Это Написали Ну Человеку Не нравится Я его Понимаю Уж Простите Давайте Пригласим Монашествующих В наш Проект Пусть Они Поделятся Своим Опытом Мы Рассматриваем Этот вопрос И безусловно Мне хочется Чтобы больше В нашем Проекте Участвовало Батюшки Монашествующих В том числе Потому что Не всегда Монашествующий Может ответить На какие-то Семейные Вопросы А Допустим Женатый На какие-то Сугубо Такие Вот Почиткам По еще Каким-то Моментам Так Простите Меня И в мою Семью Олег Так Привет Кадила Замечательно Спасибо Господь Выздороваюсь Спасибо Господь Ирочка Не надо Останавливать Нет Дальше Батюшка Но ведь В день Рождения Ангел Хранитель Становится Слабее Ибо Предстает Перед Сутью Разве Не должно Молиться О его Укреплении Нет Подождите Ангел Хранитель Он с нами Рядом Стоит Тогда И пребывает Во время Земной Жизни Когда Мы Уже После Сорока Дней Услышали Ответ От Бога Ад Или Рай По Нашим Добродетелям Или По Нашим Грехам То Безусловно Уже Ангел Хранитель Ну Не знаю Простите Безусловно Занимается Другими Своими Делами Я не могу Ответить Чем он Занимается Потому что Нам Это Не Открыто Но Смысл Ангел Хранителя Охранять Нас Но Если Мы Уже В аду Или В раю С Богом Зачем Нас Какое-то Попечение Вести Мы Уже Получили То К чему Всю Жизнь Свою Стремились Поэтому Никаких Там Укреплений Естественно Уже Речи Не идет Так Барюшка Можно В пост Читать Акафисты Ну Если Конечно По послушанию У вас Есть Духовник И он Благословил Читать Он значит Знает Что вам Читать И зачем Читать Конечно Читайте Вообще Тут Немножко Акафисты Мы Разделяем Если Вы Просто Любите Акафисты Читать Ну Один За Одним Читайте Это Один Вопрос А Если Какой-то Акафист Вы Читаете Как Подвиг Ну К примеру Я Часто Привожу Допустим Пьет Сын И вы Читаете Акафист Как борете За своего Сына Чтобы Он Справился С этим Недугом С грехом Винопития Ну К примеру То Берем Благословение Мы читаем И боремся За него То есть Тут Есть Немножко Двоякая Ситуация Ну Вообще Акафист Это Молитва Молиться Можно В принципе Всегда Другое Дело Есть Есть Ли у Нас Силы Для Этого Так Сейчас Неуместно Замечаю Да Не Все уместно Я понимаю Смущает Его Но Я еще Не долечился Я вообще Честно говоря Думал Делать Сегодня Ни фира Нет Ну Прощай на воскресенье Хотел вас всех попросить Прощения В том числе Так Дальше Так А что Белое духовенство Не может Отчитку делать Вы знаете Тут С одной стороны Может Но я вот В своей практике Еще ни разу Не сталкивался Чтобы кто-то Из белого Духовенства Занимался Отчитками Это наверное Чаще все возможно Очень пожилой Уже Баечка В года Глубоких Может быть Он еще И возьмется За это Но опять Чаще все это Делается В монастырях Монашествующими И Я думаю По благословению Архиерея Так А куда Он Пропадает Ангел Я не могу Ответить Светлана Этот вопрос Куда Ангел Хранитель Девается Как бы После того Как Мы уже В аду Или в раю Вот Ну я думаю Господь У Господа Это у нас Там Шар земной Я Если взять Так Вселенная А там Бесконечность Так же Служит И славит Бога Я думаю Так Батюшка Я тоже Простудилась И не смогу Посещать Канон Андрея Критского Могу Самостоятельно Читать Канон Спасибо Господь Да Конечно Можете Я думаю Даже можете Вместе С Батюшками Которые Будут По союзу Читать Канон Андрея Критского А вы знаете Вы мне идею Подали Я наверное Поищу В интернете На нашу стену Выложу Может быть Если найду Именно Видео Или аудио Канона Андрея Критского Чтобы вы могли Как минимум Слушать Взять Книжечку Слушать Вместе Молиться В святом уголке Я наверное Постараюсь Поискать Ну а поскольку Чисто И с безопасностью Чтобы никого Не заразить Это очень похвально Потому что Эта неделя Тяжелая Очень будет Физическая Ну в том числе И духовная Вот Поэтому Конечно Почитайте Но если будете Полегче себя чувствовать Сходите в храм Так Читать псалтырь дома Часто Просить Благословения Я вообще Придерживаюсь Такой практики Но это Моя практика Когда подходит Просит Благословение Псалтырик Почитать Или на Акафист Я на какой-то Буквально Коротенький Период Благословляю Чтобы потом Человек Мне сказал Как он читал Были бы там Искушения Все ли хорошо Почему Коротенько Бывает так Взяла благословение Допустим На месяц Встречаешься Ну как Это уже Из практики Да вот Раза два Почитала А на сколько Ты брала Говорит На месяц Ну каждый день Читать Так как же так Ты благословение Ты Ты же не меня Уже подводишь Грунг А себя Потому что Ты Богу Скажем так Послушание несешь А не мне Ты же для Бога Молишься О своей душе Или О своих сродниках Ты же не мне Лучше делаешь Вот Хотя Бывает Спасибо Господь Люди Я мне И другие батюшки Молятся Мы нуждаемся Тоже в ваших Святых молитвах Безусловно Вот И Что в этой ситуации Делать Ну и исповедь Кается в том Что провела Ни послушание Ни родение О своем Труде Духовном Поэтому На коротенький срок Благословил Все замечательно Человек Сколько Месяц Год Сколько И человек Уже так Трудится Поэтому Благословение Нужно смотреть по своим силам Взять Потому что Благословение Оно упраздняет Нашу гордыню Вот я могу Я столько смогу А когда послушание Я не столько смогу А вот для Господа Тружусь Сколько есть у меня сил Да Господа А не вот я Сколько смогу Бог простит И мы Вы простите Спасибо Господи Алена Ой Уже Зарядка Заканчивается Кстати Про Винопитие В пост Разрешается Вкушение Вина Но Как Это Строгий пост Или Это Теплота Я Честно говоря Не совсем Понимаю О чем Вы спросили Если мы берем Какие-то праздничные Дни Если таковые Будут пост То это Как послабление Через праздник Ну допустим Торжество Православия Если мы берем Просто вино Я не вижу Необходимости Вообще Вино пить Если это Теплота Как бы Для лечения Но это должно Очень хорошее Быть вино Чтобы его Кипятком Развести А так У нас Достаточно Других Много средств Чтобы избежать Скажем так Каких-то Градусов Так Светлана Раньше батюшки Говорили Что и другой Наш ангел Встречается С Господом Безусловно От Бога данных Бога и возвращается Я болею Батюшка Константин Никак Не вернусь Из Ла болезни Подкрепи вас Господи Надеюсь Господь Вашим немощем Простит Вам Ваши Прегрешения Так Крепи вас Господь Благодарю Да В интернете Его Во всяком Варианте Аудио Есть видео Я поищу Постараюсь Выложить Спасибо за канон А бывает Что не бывает Ангелов Или их Бывает Несколько Ну вообще Многие Пишут Что Один ангел Хранитель У нас При рождении Сразу дается А второй При духовном То есть При крещении Вот Почему еще Иногда Матарсов Вот там В иконографии Рисуют два ангела Рядом с душой И бес Напротив То есть Обличают Грехах То есть Два Ангела У нас Наверное Вообще Невозможно Без Бога Жить А Господь Проявляя Любовь К нам Он дает Нам Заступников А мне Священник Сказал Что не надо Благословения Брать Чтобы Акафис Читать Это Моя Обязанность Обязанность Нашим Скажем Так Молиться Акафис Это Молитва А вообще Скажем Так Мы Ладно Промолчу Не буду Батюшку Тут Знаете Иногда бывает Какое-то Конкретное В этот момент Мнение Священника Потому Что Он Более Вас Лучше Знает Я Как бы Вас Лично Не знаю Поэтому Я не знаю Почему Он сказал Что Ваша Обязанность Читать Я думаю Сначала Ему Нужно Пример Показать Ангел Ангел Может быть Слаб Если Человек Грешен Очень Ангел Не может Быть Слабым Во-первых Он Не знает Греха Потому Что Не Он Теоретически Знает Потому Что Есть Демоны Противоположность Вот Но Он Не в Грехе Живет Поэтому Не может Быть Слаб Он Скажем Так Может Опечалиться От наших Грехов Но Не Ослабнуть И Сорадоваться От наших Добродетелей Мы Многие Вещи Материальным Измеряем Понимаете А На самом Деле Это Другой Мир Это Уже Не Материальный Мир Поэтому Мы Другими Критериями Уже Должны Оценивать Но К сожалению Эти Критерии Для Нас Не Совсем Понятны Потому Что Мы Живем Еще В Миру Так Спасибо Огромно За Ответ Здоровья Вам Простите Меня Бог Прости Я Прощаю Добрый Вечер Батюшка Что Такое Пропащая Душа Или Можно Ее Отыскать Это Такое Крылатое Выражение Может быть Когда Человек Не Хочет Каяться И Идет Как Формула 1 Летящая Машина В Ат Наверное Тогда Горя Пропащая Душа А А И Иногда Можно Выразиться Чтобы Пропащая Душа Но Для Бога Никто Не Пропадает И Господь Может Каждому Дать Исправиться И В принципе Не забирает Этого Права Даже Можно Сказать Так Другое Дело Что Мы Каемся Мы Исправляемся Вот Можно Ли И Воскресить Может Так Через Покаяние Конечно Можно Спаси Государь Его Слава Боже Так А на меня Больше Четыре Интересуют Не знаю О чем Речь Что За Четыре Здравствуйте Я Католик А Жена Православная Мы Ходим С ней В Православную Церковь Не Запрещено Ли Мне Это Но В Принципе Я Вам Скажу Так По Большому Счету Вам Не Запрещено Именно Ходить Но От Участвовать В Таинствах Уже Ну Наверное Да Не Наверное Давайте Честно И Критично Скажем По Канонам Вам Православной Храме Причащаться Исповедаться Нельзя Ну Побеседовать Как Такая Исповедальная Беседа А не Как Исповедь Конечно Можно Но Было Бы Более Отрадно Если Б В Принципе Вас Заново Крестить Никто Не Будет Потому Что Вы Также Веруете В Троицу Православная Церковь Признает Таинство Крещение Католическое Другое Дело Что Через Чин Присоединения Из Католичества Православия Это Все Можно Сделать И Вы Будете И И Исповедиться Повенчаться И Повенчаетесь И Будете Малой Церковь Христовой Достойны Частью Этого Прихода Просто Я Не Не Зная Вас Я Не Могу Ответить Почему Вы Этого Еще Не Сделали По Коей Причине Потому Что Есть Какие Смущения Порою Напишите Пожалуйста В личку Можете Все Писать В личку По Мере Сил Возможно Я Буду Конечно же Подписывайтесь На Всякие Инстаграмы Соцсети Все Она Есть Вот Наши Где Фотографии По фотографии Все ссылки Наши Есть Пожалуйста Пишите В личку Любому Священнику Нашего Проекта Он С радостью Ответит Отец Сергей Предложил Сделать Такую Рубрику Где Вы Будете В течение Недели Может быть Подписывать Конкретный Без Обсуждений Чисто Вопрос Вот И мы По этим Вопросам Или где-то Конкретную Тему Будем Готовить Или же Их Просто Перечислять Если Пока Еще Никто Не Написал Мы Уже Понемногу Начнем На них Отвечать То Или Совместно Трансляции То Ли Кто-то По Отдельности Будет На них Отвечать Вот Поэтому Вот Мы Наверное Такую Рубрику Сделаем Вдруг Вот Сейчас Воспомнили Вот Этот Вопрос Чтобы Не Забыть Сразу Вы Написали Мы В ближайшую По Возможности Время Ответим Уже У нас В принципе Сформировался Определенный Ну Если Можно Так График Когда Батюшки Выходят В эфир У нас Завтра Должен Был Вый Вый Такими Длинными Богослужениями Он Не Выйдет Завтра В эфир А уже На следующей Неделе Выйдет Ну Батюшка Очень Интересный Я думаю Вы его Видели Даже Мне Очень Интересно Было Посмотреть Так А второе Крепить Ангел Хоряюсь Может Достойно Жизни И поступки Да Можно Ли Отмолить Пропающую Душу Можно В первую Часть Она Сама Себя Должна Отмоливать Так Спойте Гимн Украины Честно говоря Я его не знаю Поэтому Я просто Не смогу Его спеть Но Скажу вам Честно В каждом Храме Как минимум Нашей епархии А я думаю Во всей Русской Православной Церкви Но как минимум Просто я в практике Вижу Фанаша Вся епархии А читается Дополнительный Стих И тени О Возобновлении Мира О На земле Украинской Ведь Мы Искренне Не знаю Как все Но вот Я за себя Лично скажу Я искренне Болею Душой Что такое Произошло На Украине Это Славянский Народ Это Купель Православия Киев Крещение Где было Для меня Это очень Болезненно Особенно Там с храма Всякие Вот эти Рейдельские Захваты И тому подобное Это Какой-то Просто Полуад Мне искренне Хочется Чтобы Русский Народ Наученный Многими Годами Веками Войн И тому подобное Что понял Что это Наконец-таки Уже понял Что это Не выход И никакой Никакого Никакого Благополучия Этим Не достигается Вы знаете Есть такая Небольшой Так Стих Я В предыдущих Более Эфирах Читал Что Стих Безбога Это Это Быстро Видеть Потому что Сразу Будет Провеление Любви К народу И не В кавычках А на самом деле Тогда Уже Можно Будет О чем-то Говорить На данный момент Остается Только Лишь Молиться Чтобы Господь Вразумил Всякого Рода Нечестивцев Которые Чужими Руками Пытаются На этом Заработать А не Умножить Любовь Среди Братских Народов Ну простите Я немножко Поделился Своим Внутренним Мнением Надеюсь Никому Я тут Не спротиворечу Так Ну я Попросил У священника Благоценочения Кафица Божией Матери Батюшка Сказал Что Я и так Должен Читать Ну читайте Храни вас Господь И Божья Помощь Надеюсь Мамочка Божья Услышит Ваши Мольбы Скажите Пожалуйста Можно Сделать Послабление В пост На молочное Ну чаще Всего Какие-то Послабления У нас Если у нас Есть какая-то Немощь Сахарный Диабет Там Да много Каких немощек Из-за которых Нам Ну нужно Вкушать Там Поджелуд Желудо Больной И много Много Другого Поэтому Я вообще Первую Последнюю Это надо Очень Конечно Постараться Но опять-таки Учитывая Наши болезни А уже Далее Постимся По силам Возможности Если у нас Здоровье Здоровье Позволяет Конечно Постимся Если нет То уже Относительно Своей болезни Байшка А то Что Вам Здесь Задавало Вопросы Так Макова Пожалуйста Если я что-то Не ответил Продублируйте Возможно Я как-то Не допонял Байшка А я болельщик Зенита Я могу Помолиться Богу Чтобы Зенит Победил Хотя Богу Я думаю Все равно Я даже Не знаю Честно говоря Как ответить На ваш вопрос Относительно Футбола У меня Сегодня Какой-то Интересный Эфир Такие вопросы Которые Мне никогда Толком Не задавали Я даже Затрудняюсь На них Ответить Но Помолиться Как о Добром Делании Наверное Вы можете Если Мы скажем Все-таки Это Азартное В какой-то Мире Игра То Нужно Ли Я думаю Тут Больше Нужно Помолиться О себе Что Если Вдруг Зенит Проиграет Что Вы Не отчаялись Глубоко Мое Частное Мнение Я Не болею За футбол Даже За сборную России Почему Потому Что Ну В разуме Господи Помоги Им Все-таки Каких-то Достойных Успехов Спортивных Своих Достигать Но Ну И столько Вечно Позорить Россию Тоже Нельзя Знаете Это Если Позволите Так Шутка Анекдот Что ли Когда Два Болельщика Приехали На Чемпионат Мира И Наши Вот Друг Вышли Какой-то Отборочный Момент Честно Я уже Не помню Как там Отбирается Вот И Один Другого Спрашивает Ты Говорит За кого Будешь Болеть Ну Как За Кого За Наш За Русский Ну Это Понятно А Дальше За Кого Будешь Болеть Поэтому Ну Тут Я Уже Не могу Сказать Поступайте Молитесь О Их Добром Здоровье Чтобы Во время Футбольного Матча Никто Из них Не травмировался Все Были Живы Здоровы Так Сейчас Секунду Я посмотрю Ну Есть Еще Чуть У нас Тут Батарейки Так Барюшка Молитесь Пожалуйста Чтобы Сердечко Не болело Зовут Светлана Подкреп Его Света Бог Здоровья Светлана Как Помочь Алкоголику Акафист Иконе Божьей Матери Читаем Неупиваемая Чаша Выливаем Весь Алкоголь Если Имеет Доступ К этому Если Начинает Буянить Вызываем Милицию И пусть Посидит Немножко В подвале То есть Всеми Возможными Способами Чтобы Он Только Отказался От этого Ну Конечно В рамках Разума А то Сейчас Свяжете В подвал Вы Бросите Боремся За его душу Подкрепиться Душа И подкрепиться Тело Боремся До последнего Сколько Только Есть сил Но Все Очень Индивидуально Бывает В семье Пьет И не Лечится Избивает Ну Ну Очень Все Идивидально Так Спасибо Господь Благодарю Можно И Как Вас Добавить Вок Нас Любого Можно добавить Зайдите В фотографии Там Будут Участники Проекта Нажимайте На фотографии Участника И там Все ссылочки Всех Участников Нашего Проекта Появляются Есть У многих Батюшка Ютуб Страницы Вот Я Хороший Ролик У нас Получилось Снять Социальный Посмотрите Может Здесь Смотрели Я Выложу На Ютуб Канал Пожалуйста Подписывайтесь Задавайте Батюшкам Вопрос В личку Вот Я думаю Все Ответят Вам Я Практически Все Добавляю Если Только Не какой-нибудь Гениталий Какой-нибудь Совсем Уж Некрайности Тогда Уже Не Добавляю Ну А так Стараюсь Практически Всех Добавлять Практически Всем По возможности Отвечать Так Дальше Почему Я Всегда Думаю О смерти До смерти Нужно Думать Другое Дело Все Опять В рамках Разумного Смерти Нужно Думать Не о том Что Вот Сейчас Мы Помрем И все А то Когда Мы Порем С чем Мы Представим Пред Богом Вот О чем Нужно Думать Понимаете Если Наш Сегодняшний Век Для нас Это уже Просто Катастрофа Раньше Люди Вообще К смерти Готовились Как Духовно Так И физически Физически Греб Греб Чердаке Хранили Скоро Будет Нереально Умереть Скажем Так Или Кредит Сразу Братья На Смерть Чтобы Похоронили Вот Поэтому Ну Это С одной Сторон Неплохо Если Вы Не до Сумасшествия Это доводите Относительно Этих Всех Мыслей Так Ладно Бывает Четыре Ангела У человека Не знаю Я такого Никогда Не слышал Даже Святых Отцов Ни разу Не встречал Есть Константин Мне Плакать Тянет Ну По разному Слезы Бывает От Сокрушения Сердца Я Тоже Болей Батюшка Натали Наташенька Дай Бог Вам Здоровья Здравствуйте Привет С Донбасса Молитесь За нас Открепи Вас Господи Привет Вам С Кубани В ответ Так Разве В православии Есть Бог Но Не было Бы То Никто О нем Никогда И не Слышал Как Вы Это Трактуете Евангелие От Луки 22 От Остерегайтесь Книжников Которые Любят Ходить В Длинных Одеждах И Любят Приветствоваться В Народных Собраниях Председания Честно говоря Я Сейчас Не буду Комментировать Потому что Надо Почитать В контексте Всего А не Чисто Вашу Выдержку Которую Она Написали Потому что Часто Вы Так Выдержнешь Из Контекста И Получается Вообще Противоположно Нежели Если бы Это Почитать Все Поэтому Я Наверное Сначала Прочитаю Углублюсь А потом Отвечу В следующем Эфире На этот Вопрос Потому что Я с Бухты Барахты Духовные Вещи Не Люблю Говорить